Спортзал для птиц. Хотят выстроить волонтеры Центра реабилитации пернатых. Называется такое место «разлетник» и нужен он для того, чтобы после травм заново научить хищников летать и дать им второй шанс жить в дикой природе. О том, как птицы будут заново вставать на крыло, Ольга Маховская. Юзаутрос, обыкновенный осаед, самка, предположительно. Пернатый хищник живет дома у Ивана три месяца. Даже кошка привыкла и птицу не трогает. Пока леченого ястреба нашли юные натуралисты, пока лечили раны, месяц просидел в клетке. Теперь Ваня кормит любимца апельсином, чтобы быстрее восстанавливался. Но надеется, что Рос все же вскоре сможет вернуться к более привычному меню. Он летает, у него хорошая координация. То есть после удара у него ни ЧМТ, судя по всему, ничего не было. Поэтому у него есть шанс вернуться в природу, только если он, опять же, не привыкнет к человеку и будет хорошо разлетываться. На попечении Анны длиннохвостая неясыть. На такие занятия с совой у девушки уходит несколько часов в день. Мы изначально думали, что он у нас поживет зиму, а потом его отпустим. Но так как для природы хищник должен быть в идеальном состоянии. Тут важна не только целостность костей, но еще и состояние пиратом. У нас квартира маленькая довольно-таки. И тут ему тесно. И он летает тут кругами, но он не успеет как следует разогнаться, и уже ему придется от стены отталкиваться. Вот тут следует когтей есть. Чтобы выжить в дикой природе, птицы должны облетать большие территории, бесшумно маневрировать, точно хватать добычу. Последствия травм можно компенсировать за счет развития мускулатуры, уверены волонтеры. Поэтому и решили построить настоящий птичий тренажерный зал. Выглядеть он будет как сфера, в которой птицы могут летать по кругу, маневрировать и тем самым развивать свою мускулатуру. Добровольцы называют такой птичий фитнес-центром разлетником. Нам требуется разлетник, чтобы птенцы учились летать заново, потому что опыт полета, предыдущий опыт полета очень быстро забывается. Нам требуется разлетник и благодаря разлетнику мы сможем выпускать в природу всех слетков, которые под здоровье подходят. На свой проект волонтеры пытаются получить грант. Для этого в интернет-голосовании им нужно набрать не менее тысячи подписей в поддержку своей инициативы. Пока от победы энтузиастов отделяет несколько сотен баллов. Проголосовать можно на сайте сибирских и дальневосточных экологов «Экодела». Ольга Маховская, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск.